МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационные итоги уходящей недели. Подведу я, Татьяна Фомина. И вот тема выпуска. Дайте воды! Обмеление рек беспокоит не только ахтубинцев, которые могут остаться без паромной переправы. Астраханское правительство обозначило проблему на заседании рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ. По страницам памяти. Волгоградские школьники приехали в Ахтубинск, чтобы прикоснуться к истории Великой Отечественной войны и почтить память защитников Родины. Дурманам сладким повеяло превратить Ахтубинск в город-сад. Мечтают неутомимые дачники. Высадка первой партии персиковых деревьев прошла успешно. Ахтубинцы бьют тревогу. Уровень воды в местных реках с каждым днем становится меньше. Особенно беспокоятся дачники, чьи садовые участки находятся на острове Петриков, а значит, есть необходимость в паромной переправе. С дырочкой в правом боку, а точнее где-то в днище. Ранение паром получил отнюдь не в боях, а в непосильном труде в условиях критического маловодья. Уровень воды в реке Ахтуби продолжает падать. Переживают и дачники, и перевозчики. Очень мало и сильно упало еще сегодня. Сегодня еще упало, и как лодка-то пока справляется с передвижением? Пока справляется. Потихонечку шкрябаем. А вы не пользуетесь паромом? Пользуемся. Обязательно. Говорят, что нужно вывезти до следующего воскресенья весь свой транспорт с острова. Вот о чем я сейчас и думаю об этом. У меня там макушка стоит, поэтому надо будет вывозить. Хлопот у судоводов еще полно. Поздние фрукты поспели, урожай по ведрам и в город. На дачу еду. Каждый день почти хожу, потому что, видишь, погода нынче холодная. Вдруг раньше закроется, поэтому торопимся. А дел полно перекапывать грядки, сажать чеснок, белить, виноград обрезать, виноград убирать. Там сейчас растет много айвы, груши поздние, яблоки поздние. Все это надо убирать, выносить, выносить. Поэтому работы всегда в этот период очень много. На дачу строительные материалы, домой на зиму домашних животных. Перевозки на остров Петриков продолжаются. Однако грузоподъемность парома сведена к минимуму. На борт могут подняться одна-две машины, в зависимости от габаритов. По данным Волгоградского гидроузла, с 10 сентября средние сбросные расходы воды составили 4700 кубометров в секунду. До сентября цифра была несколько больше – 5300 кубометров в секунду. В дальнейшем все будет зависеть от решения руководства Росводресурсов, которое констатировало крайне низкий приток к водохранилищам Волжско-Камского каскада за последние 20 лет. Отбуксировать паром в ремонт по мелководью невозможно. В мэрии надеются, что техника сдюжит. 17 октября навигация завершится официально. Необходимо учесть, что ответственным лицам с дачного острова нужно вывезти мусор, а это провоз до пяти машин экоцентра. На этой неделе паром будет работать в пятницу, субботу и воскресеньем с 8 до 18 часов. На следующей неделе рабочий день будет короче на час. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Астраханской области катастрофически не хватает воды. С таким заявлением выступил зампред астраханского правительства Михаил Богомолов. На заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада при Федеральном агентстве водных ресурсов Российской Федерации. Члены регионального Кабмина попросили об увеличении сброса воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ с 4700 кубометров в секунду минимум до 5000. Проблема нехватки воды, по мнению Михаила Богомолова, не только негативно сказывается на экологии региона, но и носит социальный характер, поскольку серьезно ухудшает качество жизни астраханцев. Недостаточный сброс приводит к ограничению и даже прекращению водоснабжения части населенных пунктов в разных районах Астраханской области. По словам зампреда, цитата, «катастрофическая гидрологическая обстановка привела к тому, что в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населенных пунктов. Технические меры, которые предлагались ранее, а именно дно углубления, уже не помогут обеспечить водоснабжение большей части этих сел. Подкопать ковшом водозаборы мало, там просто не осталось воды, один ил, соответственно и вода из кранов в домах жителей идет с илом. Недостаточный уровень воды касается работы паромных переправ, но еще более обостряет ситуацию начало осенней путины. Из-за текущего гидрологического режима более 4,5 тысяч рыбаков не смогли выйти на промысел, потому что суда не могут пройти по мелководью. А самое главное, что теперь рыбаки не смогут выбрать выделенные квоты, которые в следующем году могут быть срезаны. Как отметил руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергей Смирнов, решение, которое бы помогло искоренить проблему, это расчистка водотоков. По каким-то причинам за эти годы они не были включены в федеральную программу. Сейчас ситуацию пытаются исправить. Удержать большее количество воды после паводка помогло бы строительство гидротехнических сооружений. Эти мероприятия запланированы на ближайшие три года. На этой неделе по распоряжению главы города в Ахтубинске стартовал отопительный сезон. Первыми тепло стали получать объекты социальной сферы. Подача тепла в многоквартирные дома начнется с 15 октября, согласно 354-му постановлению правительства Российской Федерации. Возможно и раньше, если среднесуточная температура воздуха будет ниже плюс 8 градусов в течение пяти суток. В связи с тем, что поставщик тепла городское предприятие Ахтубинского доканал банкрот, главой города ему вынесено распоряжение направить в Газпром заявку о распломбировке счетчиков на котельных 184 и 184 Р и на дальнейший пуск газа. Газпром в праве отказать предприятию банкроту. В таком случае администрация города обратится в прокуратуру, которая в свою очередь поддаст исковое заявление в суд для вынесения решения по пуску газа. Именно в таком порядке данный вопрос решался в прошлом году. Заочное освидетельствование инвалидов продлено до 1 марта 2022 года. Такая информация была озвучена на заседании общественной комиссии при Главном бюро медико-социальной экспертизы по Астраханской области. Исполняющая обязанности руководителя главного эксперта медико-социальной экспертизы Елена Стародубова сообщила, что в прошлом году признаны инвалидами более 11 300 человек. Из них первично порядка 3000 человек. У пациентов, которым инвалидность назначена впервые, преобладает вторая группа. У тех, кто подтверждал третья. В числе причин, приводящих к инвалидизации, отмечены злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения, туберкулез, патологии костно-мышечной системы. Инвалидность назначена более 1700 несовершеннолетним. Каждый четвертый ребенок получил инвалидность впервые. В числе причин преобладают психические и неврологические расстройства. Увеличилось количество детей с тяжелыми формами диабета. С 5-6 место это заболевание поднялось на третье, сообщила Елена Стародубова. В условиях пандемии освидетельствование пациентов проводилось заочно и работа в таком режиме продлена еще на полгода. Что еще происходит в жизни людей с инвалидностью? Какие проблемы их волнуют? Поговорим об этом вместе с председателем Ахтубинского районного общества инвалидов Валентиной Скляровой. Здравствуйте, Валентина Николаевна. Давайте сразу о наболевшем. Что беспокоит Ахтубинцев, у которых есть ограничения по здоровью? Это традиционное лекарственное обеспечение, которое требует тщательной проработки и более внимательной в отношении болезни с сахарным диабетом, которым очень активно занимается Попова Татьяна Ивановна. И вместе с депутатом Государственной Думы Фуриком Алексеем Александровичем они подавали жалобу в Министерство здравоохранения Астраханской области и в прокуратуру, в связи с чем было заведено уголовное дело и передано в суд. В целом помогают наши депутаты областной думы, это Каманин Александр Всеволодович. Он очень большую работу проводил по лекарственному обеспечению и по одной девушке, которой 26 лет писал письма в Минздрав и в прокуратуру, которая очень отреагировала положительно. И в результате судебного разбирательства ей было назначено это дорогостоящее лекарство, которое ей рекомендовали, которое очень хорошо подействовало. И также были возвращены те средства, которые были затрачены на покупку этого лекарства. И тетерятникова Татьяна Александровна, они всегда идут навстречу всем просьбам, пожеланиям наших инвалидов, берут это на заметку и решают определенные вопросы по здравоохранению. Но жизнь это не только лекарственное обеспечение, жизнь гораздо шире. Мы знаем, что весной в городе появились два лифтовых устройства, такие подъемники, которые помогают людям с инвалидностью подниматься даже на первый этаж кому-то, потому что тоже трудно по лестницам. Такая работа, видимо, продолжится? Есть необходимость в таких устройствах? Да, у нас в Ахтубинске сейчас два лифтовых устройства, установленные по улице Щербаковой инвалиду и по улице Сталинградской. Они установлены за счет местного бюджета городского. Такая необходимость имеется. Есть люди, которые также живут не на первом этаже, а на более высоком. Им необходимо этот вопрос решать или путем установки лифта, или путем переселения в квартиру, которая будет находиться на первом этаже. А кто решает такие вопросы? Кто помогает инвалидам переселиться с верхних этажей на нижний, где намного удобнее выходить на улицу, спускаться, подниматься? Этим вопросом, в общем, очень хорошо занимается наша городская администрация. Она внимательно относится к таким людям и по заявкам всегда делает определенные шаги, чтобы улучшить это состояние. Вы через общество подаете такие заявки или им нужно лично обращаться к чиновникам, чтобы вопрос решился? Это можно и через наше общество, так как мы содействуем решению этого вопроса. И можно прямо заявление писать конкретно в городскую администрацию. Кстати, у нас сейчас в городе появились маршрутные такси, которые позволяют инвалидам-колясочникам также войти в салон и ехать по нужному маршруту. Оценили вообще люди с инвалидностью такие удобства? Да, это прекрасные автобусы. Они, во-первых, действительно имеют возможность опускать ступенечки для того, чтобы въезжал инвалид. Там в целом внутри автобуса оборудованы специальные сидения. То есть это вообще прекрасное положительное действие в нашем автобусе. Даже не только инвалидам-колясочникам, но и, допустим, человеку на костылях тоже удобно туда зайти. Да, автобусы действительно предусмотрены именно для того, чтобы конкретно туда инвалиды могли проходить, выходить, садиться. То есть это очень удобные специально оборудованные автобусы. И они у нас в Ахтубинске есть. Не только о проблемах, наверное, можно сегодня поговорить. Насыщенная культурная, творческая жизнь. Без нее тоже никак не обойтись. Это и мероприятия, это и, возможно, совместные встречи, даже вот чаепитие. Что происходит в жизни инвалидов сегодня? Ну, я хочу сказать, что в связи с пандемией, конечно, сейчас несколько ограничены были эти мероприятия. Но, тем не менее, постоянно проводят мероприятия. Буквально каждому такому значимому событию проводит библиотека. С нами коллективные мероприятия, а также музей. Всегда идут навстречу все городские администрации, приглашая нас на концерты, на какие-то там выставки, которые мы и сами организовываем. Вот только что был День пожилого человека, куда наши инвалиды представляли свои изделия, поделки. И прекрасный концерт смотрели. А сейчас мы идем на мероприятия, которые библиотека проводит ко Дню пожилого человека. У них всегда интересно проходят эти мероприятия. Мы очень рады. Что там сегодня будет? У них новая программа «Поле чудес», которой они прекрасно пользуются и нам предоставляют возможность там играть. Специально вопросы подбирают, ответы и сувениры предоставляют. Определенные подарки. Никто оттуда не уходит без какого-либо сувенира. То есть это очень приятно. Если в общем говорить, как много инвалидов у нас сегодня в Ахтубинском районе, с какими проблемами они живут, да? И какого характера инвалидность они имеют? Ну, примерно на сегодняшний день в нашем районе более двух тысяч инвалидов. Конечно, у каждого определенные проблемы. Они с этими проблемами, но мы стараемся помочь их решить, эти проблемы. И поэтому у нас наши телефоны записаны прямо на входной двери, чтобы человек, если, допустим, не зайдет в кабинет, то чтобы видел эти телефоны, к нам могут обращаться. У нас работает юрист на общественных началах. Она тоже многим помогает, даже в плане консультации и в плане передачи, например, дела в суд. Может предоставлять его интересы в суде. Наш кабинет находится в здании САБЕСа. Сейчас временно туда ограничен доступ в связи с тем, что САБЕС не открывает все двери. На контактной информации там указаны, да? Да, на информации это постоянно имеется. Кроме того, у нас ведь есть многие люди, это маломобильные группы, которые уже не имеют еще инвалидности, а, значит, нет у них определенной ограниченности в состоянии здоровья. И нет возможности, например, ну, как-то передвигаться или там лекарства себе принести. Есть такие, вот такая группа людей, которая, ну, не совсем своими детьми обеспечена. Есть такие группы, которые, группа людей, которые, может быть, не имеют здесь рядышком детей. А им требуется внимание. Да, требуют внимание. Поэтому нам необходимо вот такие группы выявлять. Мы очень хотели бы, чтобы наши волонтеры, именно такие группы, вот конкретно по этому вопросу поработали. То есть выявили конкретно вот таких людей, которые требуют определенной помощи. Но только с целью для того, чтобы проработать вопрос, как им можно помочь. Там, может быть, доставить в больницу для определенного лечения или там выявления каких-то заболеваний. Может быть, выписать медико-социальную полис. Может быть, требуется с родственниками поговорить. Вот у нас были такие недисциплинированные родственники, которые, ну, мало внимания своей бабушке уделяли. Ну, вот она отдельно жила. Ну, вот мы ей там помогли, старенький холодильник туда принести. С родственниками поговорили, они стали лучше обеспечивать ее продуктами. То есть вот такая работа, ну, направленная на улучшение жизни. И, очевидно, таким волонтером может стать каждый из нас. Да, если мы даже соседи друг к другу и знаем, что вот живет человек, которому требуется такая помощь. Ну, да, у нас сейчас действительно вот наши инвалиды, нашим же соседям, своим же соседям, которые в такой вот положении, в таком положении помогают, оказывают прямо очень серьезную, хорошую помощь. Подключают их, может быть, к социальным работникам. Ну, в целом, какая необходима помощь, вот стараются ее обеспечивать. Ну, что ж, мир не без добрых людей? Ну, да, мы хотели бы, чтобы наши волонтеры вот конкретно выявляли таких людей и нам бы их. Я надеюсь, что так и будет. Валентина Николаевна, спасибо вам за эту информацию. Спасибо, что сегодня у нас в студии. Всего вам доброго. В нашей работе. Спасибо. Нам и продолжает программу. Сегодня в Ахтубинске прошел телемост с участием волгоградских школьников, занимающихся поисковыми работами. Они побывали в историко-краеведческом музее, возложили цветы к памятнику «Мы победили». И в рамках телемоста вышли на связь с поисковиками со всей России, а также ближнего зарубежья, которые собирают информацию о животных, разделивших с людьми фронтовые тяготы. Боевые кони, служебные собаки и даже кошки. Помощь животных на полях сражений порой была неоценима. Их называли маленькими героями большой войны. Ахтубинцам хорошо известна история о верблюдах Машки и Мишки. Они прошли путь от Баскунчака до Берлина вместе со стрелками Астраханской дивизии. Животные тянули боевое орудие, из которого был дан один из первых залпов по Рейхстагу. Эту историю ахтубинские экскурсоводы рассказали школьникам из Волгограда. Наши ученики приехали в Ахтубинск для того, чтобы познакомиться с памятником, который посвящен верблюдам. Памятник мы победили. Об этом памятнике мы узнали не так давно. Только лишь в рамках нашей поисковой работы, которую мы проводили в последние два года, работа эта была посвящена нашему верблюду Тимке, верблюду 45-й стрелковой дивизии. История о двух горбом помощнике солдат верблюде Тимке впечатлила волгоградских школьников. Он не боялся вести грузы, когда происходила бомбежка, перестрелки. Он не обращал на это внимания. И бойцы, смотря на него, становились более мужественнее и храбрее. Только потом они узнали, что он был контужен и из-за этого не обращал внимания. 45-я стрелковая дивизия принимала, оставила завод «Красный Октябрь», оставила все цеха на этом заводе. После боев в Сталинграде 45-й стрелковой дивизии было присвоено звание 74-й гвардейской стрелковой дивизии. Школьники под руководством взрослых продолжают вести поисковую работу. Огорчает лишь одно с каждым годом все меньше живых свидетелей военных событий. Тем бесценнее становятся встречи с ветеранами и их родными. Мало осталось ветеранов. Находим их родственников, у кого-то даже жен еще есть живые, мы с ними активно на связи. Мы должны помнить, помнить то, что было и не допустить это в дальнейшем. Своими наработками участники телемоста в Ахтубинске делились с поисковиками по всей России и ближнего зарубежья. Здесь представители разных городов, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казахстана. И все они принимают участие. Они сейчас видят нас и также мы видим их. Это телемоста, как животные помогали в войне. Школьники из Волгограда также побывали в Ахтубинском историко-краеведческом музее. Знакомились с экспонатами, узнали о вкладе местных жителей в разгром немецко-фашистских захватчиков. Наш, как известно, район был прифронтовой. Через него проходили многие пути снабжения Сталинграда. Это и железная дорога, это и река Волга. И как раз о подвигах и речников, и железнодорожников, и зенитчиков, и авиаторов, которые защищали эти пути. Им было рассказано. Вчера на стадионе Волга состоялся праздник ГТО с участием юных легкоатлетов, воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Самые маленькие спортсмены сдавали нормативы ГТО впервые. Для ребят постарше мероприятие стало возможностью получить знак отличия уже во второй, даже в третий раз. Принять участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» может каждый желающий, независимо от возраста и рода деятельности. Примечательно, что в этом году Ахтубинский район вышел на международный уровень соревнований по сдаче ГТО. Мы предлагаем все варианты, которые возможны, начиная от бега 30 метров, заканчивая стрельбой в электронном теле, который идет в пятой ступени возрастной уже. Пожалуйста, пускай приходят все, кто желает, жители нашего города и района, и сдают нормы. Записываются у нас по телефону, и мы по субботам готовы принимать нормы ГТО у всех жителей Ахтубинского района. В этом году мы выиграли региональный отбор организаторов фестиваля Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». И на сегодняшний день мы участвуем уже во всероссийском этапе этого фестиваля среди всех регионов Российской Федерации, как организаторы фестивалей. Ну, конечно, надежда, она всегда умирает в последний. Хочется надеяться лучше, что мы будем номинантами в какой-нибудь категории. Но уже то, что мы вышли на всероссийский уровень, нас очень радует. Нам есть к чему стремиться, развиваться, расширяться. И я думаю, что фестиваль, который состоится среди педагогов, будет очередным шагом к нашим достижениям. О достижениях тубинских педагогов сдачи нормативов комплекса ГТО смотрите в одном из наших выпусков. А сейчас к другой теме. Здесь будет город-сад, если мы сами этого захотим. Ахтубинск – прекрасное место для выращивания плодовых деревьев. В том, нисколько не сомневается наш корреспондент Владислав Лихварь, который предлагает жителям выращивать фрукты не только на дачах, но и на улицах города. Сам мечтатель-садовод к реализации идей уже приступил, высадил несколько персиковых деревьев. За моей спиной персик, который я вырастил с косточки. Дереву этому четыре года. Вкус бесподобный. Мне было лет шесть, когда увидел первые персики на репродукции картины Валентина Серова «Девочка с персиками». Картина висела на сене в доме у моей бабушки. И появилась мечта – испробовать этот самый персик на вкус. Ведь тогда в нашем селе Пологозаймище мало кто знал о существовании таких фруктов. На своей даче более сорока лет назад мечту осуществил в полной мере. Высадил сразу десять персиковых деревьев. В течение шести-восьми лет они радовали нашу семью красотой и замечательными плодами. К сожалению, девять из деревьев скоро пропали. А один куст, выросший из косточки, и по сей день радует своим урожаем. За прошедшие годы в результате экспериментов выяснилось, что персик живет долго только тогда, когда выращен именно из косточки. Без наличия в начале посадки большого количества органических минеральных удобрений. И родилась идея – а почему бы не выращивать персики на улицах города? Ведь весной, летом и особенно к осени эти плодовые деревья будут украшать Ахтубинск, его улицы, парки, пришкольные участки. Главное, чтобы была возможность поливать деревья жарким летом. Собственно, на улицах города уже давно жители домовладений выращивают не только цветы, но и многие плодовые деревья. Яблони, груши, вишни, абрикосы. А мой сосед Ильдар в этом году даже умудрился бахчу вдоль забора разместить. Обратился с предложением к друзьям на сайте Одноклассники. И в течение суток получил одобрение от Павла Теребина, Марии Буцких, Михаила Савина, Виктора Наводкина, Михаила Конова, Татьяны Аксеновой и еще с десяток, а то есть сотню неравнодушных Ахтубинцев. И только один человек написал, что, мол, это пустое. За персиками уход нужен. Совершенно верно. И уход, и полив. А без труда. Какую рыбку вытащишь из пруда? И вот 7 октября я приступил к реализации идеи. Предварительно согласовал вопрос с директором районно-исторического краеведческого музея Еленой Владимировной Эльмурзаевой. Мы находимся в музейном дворике. И вот наш друг и помощник Лихварь Владислав Николаевич рассказал чудную историю про деревья, которые обросли разными мифами. Якобы персики в нашей местности плохо растут очень. У них плохая корневая система. От солнечной погоды они плохо принимаются и так далее. Ну, мы решили поставить эксперимент. И вот во дворе музея мы посадим сейчас персиковый двор. Не знаю, как у нас получится с персиковым садом. Но вот сегодня, по крайней мере, мы в момент посадки деревьев нашли вот такую раритетную монетку, которой пополнится наш музейный фонд. Дело оказалось непростым. Подготовить посадки косточки персика необходимо именно сейчас, осенью. Яму освободил от мусорной, заполнил хорошим грунтом. И все-таки начатое дело постараемся довести до конца. На подготовленную в зиму школку, большую грядку, высадим много косточек персиков разных пород. А весной, примерно в конце мая, маленькие росточки аккуратно пересадим в подготовленные посадочные ямы. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ Такой запомнится эта неделя. Всем хороших выходных и до встречи!